Доброе утро! Компания ZAPKIA. Перед нами автомобиль KIA VENGO с двигателем 1.6 G4 FC. Будем делать обычное ТО по пробегу и плюс дополнительные работы. Поменяем с вами масло, сменим топливный фильтр, поменяем опорные подшипники, потому что при поворотах они похрустывают. Сейчас выполним эти работы последовательно и покажем, как это все происходит. Для того, чтобы нам поменять опорные подшипники на передних амортизаторах, необходимо будет разобрать жабол от передней, оно здесь крепится. Вот болт, тут болт, надо будет вам еще снять дворники, вы снимаете заглушку. Под заглушечкой будет гайка крепления поводков дворников. Разбираем для чего, чтобы нам добраться. Видите, наш опорный подшипник, вон он стоит. Что к амортизатору виден, будет очень-очень-очень неудобно до него добираться, поэтому разберем для доступности работы с инструментом. Затем покажем, как внизу крепится амортизатор. Так, еще одна самая, наверное, простая операция, это замена масла в двигателе. Сейчас мы открутим пробку заливную, положим ее здесь, вывесим машину и сольем масло. Покажем, где стоит масляный фильтр. В принципе, самая-самая наипростейшая операция на любом автомобиле. Подняли машину, вот здесь стоит фильтр масляный, тут ничего особенного. Откручиваете, вот наша сливная пробка на поддоне масляном, на ДВС. Ее откручиваете и ловите отработанное масло. В принципе, вот так вот выглядит венга снизу, все очень добротно и хорошо. Сейчас сольем масло и установим новый фильтр на автомобиль. В принципе, все. Мы разобрали наш верх, сняли жабот, там сейчас, когда опустим автомобиль, покажем. Для того, чтобы снять нам амортизатор, нужно будет открутить, вот он, датчик АБС. Вот здесь вот они, два болта, их откручиваем. И стойку стабилизатора, вот у нас гаечка, тоже ее видно. Затем опустим машинку и открутим верхнюю гайку крепления штока амортизатора. Тоже сейчас это вам все покажем. Как видите, сняли наше жабо. Вот когда вы его снимете пластиковое, видите, вам здесь есть специальные прорези для того, чтобы добраться, сейчас покажу, до гаечки. Не надо будет железную часть снимать. Сейчас мы уже там внизу, я вам показывал, освободили амортизатор. Открутим гайку и снимем амортизатор в сборе. Посмотрим, как он выглядит. Ладно. Вот он наш амортизатор, вот так вот выглядит, ничем особо не отличается. Для того, чтобы нам сменить с вами опорный подшипник, вам надо будет открутить эту гайку. Но, так как пружина давит на чашку, поэтому надо будет стянуть пружину. Для этого используется вот такой вот съемничек. Получается, он подставляется и стягивает пружину, тем самым ослабляя давление на гайку. И вы спокойно ее откручиваете, и можно будет разобрать всю эту конструкцию. Сейчас мы это сделаем и покажем в разобранном виде, как это все выглядит. Итак, разобрали мы наш амортизатор. Вот так вот выглядит опора. И вот ее номерочек, кому интересно. Вот так вот выглядит опорный подшипник. Ну и номерочек его. Вот сейчас соберем все нормально, в обратной последовательности. Выполним такую же операцию на втором амортизаторе. Установим их на место. Ну, в собранном виде покажем уже автомобиль. Человек использует Shell Helix Ultra. В принципе, неплохое масло. У нас в России часто на дилере это масло используют, потому что кто зашел к дилеру, тот и вышел с того масла и льем. Ну, не об этом речь. Смотрите, фильтр идет вот такой у нас. Тоже, видите, 504-й. Хотя он заказывал фильтр в Existe. Сверху написано 502-й. Ну, что есть. Мы рекомендуем вам перед установкой на двигатель пролить фильтр. То бишь, что вы открываете фильтр и заливаете в него масло, чтобы он пропитался, был полным. И тогда устанавливаете на автомобиль для того, чтобы в момент пуска избежать там доли секунд масляного голодания. Вот она, течет наше маслице в наш фильтр. Видите? Пропитывается. Посвящаем целую минуту видоса этому замечательному и сладкому моменту пролива масла в фильтр. Вот. У вас должны закончиться пузырьки оттуда идти. Что говорит о том, что масло заняло всю полость и выдавило воздух оттуда. Вот. Видите уже. Ну, не знаю, наверное, грамм. Сколько? 200 уходит, может? 150-200. Ну, 150-200 сюда заходит. Сейчас он отстоится, пропитается маслом. И мы установим его на автомобиль. Приступаем к замене топливного фильтра на автомобиле Kia Venga. Как на большинстве автомобилей, топливный насос установлен сзади под пассажирским сидением. Есть лючок. Для этого мы сняли сидушку. Она крепится по пяти болтах по периметру, поэтому ничего сложного. Здесь вот такой вот открывается нам. Обивка. Вот он, лючок. Он сидит на герметике. Герметик мы уже, конечно, заранее сняли. Открыли лючок. Вот видите, наш топливный насос. Для того, чтобы его демонтировать, надо снять быстросъемы. Нужно снять фишечку на топливный насос и шланчик отсоединить. Вот он на хомуте. Затем по периметру открутить гаечки и достанем наш насос. Сейчас это все выполним. Посмотрим, как он выглядит в сборе. Достали мы ваш и наш, и ваш топливный насос. Кому интересно, даже номерок. Вот он его, видите, оригинальный. Для того, чтобы разобрать, нам надо будет с вами вот освободить обратный клапан, вот эту пластину, снять его, снять. Вместе с ним уйдет, видите, трубочка. Поэтому ее трогать не надо. Надо будет снять фишки на насосе и снять, после того, как вы это все отсоедините, верхнюю крышку. Сейчас мы это выполним и достанем топливный фильтр. Разобрали наш насос. Вот он так выглядит. Вот номерочек фильтра топливного. Вот он отдельно стоит. Вот он старый. Сейчас соберем это все обратно. Установим на автомобиль. Нам еще осталось с вами залить масло. Масляный фильтр мы уже прикрутили. Маслом его залили. Стойки стоят на месте. Остается дело за малым. Сейчас собираем фильтр, ставим на место и будем проверять качество нашей работы. Вот и закончилась наша ТО на Киевенге. Мы с вами поменяли топливный фильтр, заменили масло. Кто не знает, вот он щуп торчит, чтобы посмотреть уровень. И поменяли опорные подшипники. Всем удачи. Пока. Приезжайте к нам.